В предыдущих частях Я не понимаю, что вы говорите Все сорвано, оторвано То есть это говорит о том, что у людей даже ключей не было Что ты делаешь? Руки убери сейчас А вы кто такой? Я здесь, а вы кто такой? Я здешник? Здравствуйте Заявление мне нужно подать Не смех просто Все, в смысле? Режимный объект Я еще раз говорю Это режимный объект Серьезно? Это режимный объект Это я вам говорю Я вам еще раз говорю Постановление согласно закону выдайте Вы обязаны его выдать Оно готово или нет? Я буду им ответственно звать Не надо ухмыляться Я просто даже не понимаю Как у вас это получилось? Мне интересно вообще В смысле? Как у вас это получилось? Ссылки на предыдущие части Вы сможете найти в описании под видео Полиция рассматривает материал в отношении данного сотрудника Старшего лейтенанта Который задержал молодого человека в квартире Крайне вяло И не хочет ничего делать А я напомню, что данный полицейский Задержал молодого человека в квартире Но в рапорте своем написал Что задержал этого молодого человека около дома И якобы тот ругался грубой нецензурной бранью Полицейский сфабриковал административное дело В отношении данного молодого человека И привлек его к административной ответственности Мы данное постановление обжаловали Но полицейские в течение года По запросу суда не предоставляли абсолютно никаких документов Мы поехали в суд Получили у судьи запрос на предоставление документов И лично его привезли в управление внутренних дел Невского района Санкт-Петербурга Здравствуйте Нам ответственность от руководства нужен А? Паспорт? А зачем? Так я вам сообщил, кому мне нужно Ответственность от руководства Зачем вам паспорт, чтобы понимать? А? Да У нас есть претензии У нас есть суда запрос Ваша организация Назовем это так Не предоставляет севраля месяца материалы дела для суда Покрывательством занимается КУСП не рассматривается Две недели КУСП рассматриваете Даже заявителя не опросили Или свидетелей не опросили По гражданке А то что? А что? Здравствуйте То что вы аватар выставили Совершенно не имеющего отношения к делу человека Своё фото Виде, что я убрать без оружия В смысле? Какой аватар выставили? Аватар у вас на фирме вашем Так Вот моя фотография Если у вас не будет обращаться в суд Конечно А может быть мы не это обсудим для начала? А может не это обсудим для начала? Как преступление покрываете? В суд она будет обращаться Давайте обратитесь Посмотрим И заявление примите на полковника сейчас Почему она в рабочее время Находится в гражданской одежде А? Да Буду писать на нее заявление А? А? Паспорт нужен для написания заявления? Нет Вы хотите написать заявление? Я нужна ваша заявление Здравствуйте Здравствуйте А ответственное руководство вам нужен? Да Сейчас Наталья Анатольевна подойдет Начальник штаба Это вот которая сейчас уходила? Нет А другая? Да Ага, хорошо А как фамилия вот этого полковника? Как? Сверицына? Сверицына Сверицына С С ТВ Тверицына А, Тверицына Ага Хорошо На службе без форменной одежды Пошла куда-то Она же не оперативный работник? Она от начальника А? Начальник кадров Начальник кадров А, начальник отдела кадров? Начальник отдела кадров Уже должна в форменной одежде находиться? А что там за аватар такой Ей не понравился Я вообще не понял А что там было плохо? Просто фотографии Там просто опрашка написана Здравствуйте Здравствуйте У меня следующий вопрос Первый Почему Тверицына находится на службе Бесформенной одежды Обращается к гражданам Даже удостоверения не показывает И пытается сводить со мной какие-то счеты Сейчас 7 минут? Да, вот она буквально 5 минут назад выходила Бесформенной одежды И она вроде как Не является оперативным работником Делает какие-то замечания непонятные Озвучивает, что она собирается на меня в суд подать Я так понимаю, что полицейский должен обращаться Сначала представиться Я ее фамилию уточнял У коллеги вашей Основной вопрос у меня не в этом В Невском районном суде С февраля месяца Слушается административное дело В отношении По рассмотрению административного дела По обжалованию постановления Когда незаконно был Молодой человек задержан Вашими сотрудниками из квартиры И доставлен в отдел полиции И там была фабрикация Сначала полицейский пишет в рапорте Что задержал Якобы нарушителя у дома В протоколе уже пишут У квартиры Но по видео мы видим То есть есть видео КУСК мы регистрировали Что он его просто по беспределу Задержал в самой квартире 29 августа Мы подали заявление Был зарегистрирован КУСК И до настоящего времени Даже самого заявителя не опросил никто Я предоставил туда и видео Вот этого задержания Беспредельного И даже его никто не опросил И с февраля месяца В суд Суд затребует документы По административному делу А управление ваше Игнорирует То есть я делаю вывод Что просто покрыватель Преступника идет А этот полицейский Старший лейтенант Насколько я знаю Он уже уволен Как его фамилия Это был? Ковешников Ковешников такой Это какой отдел Это 24 или 26 какой 24 отдел полиции Но заявление написал здесь Вот талон уведомления И за 2 недели Даже больше Никто даже Самого заявителя не опросил Это первое А второе Материалы административного отдела Не предоставляют в суд То есть мы не имеем возможности Обжаловать этот протокол Чтобы потом Дальше двигаться То есть полиция Такое ощущение Что она просто покрывает Потому что она понимает Что будет в суде Потому что есть видео Ну вы так не можете делать Ну я вот такой делаю Вывод Ну вот смотрите Мы в суд приехали И нам судья говорит Что вы не предоставляете Нам запрос даже Она на руки дала Чтобы мы приехали к вам И вам этот запрос оставили С февраля месяца уже Сейчас я в дежурную часть уточню Что это у кого на рассмотрение Подождите Да, конечно А вы являетесь уже не Представитель Сейчас я пойду Уточню в конселярии Что там с этим материалом Подождите Ага, хорошо А по административному делу Сразу можете тоже уточнить? Да, просто даже без бумажки А есть бумажка у вас? Писочек надо Сучка эта в кармане вышла Давайте Какой там штук Особенностательный Суд Суд Это я вам оставлю Вы можете у меня его принять Дать мне что-то взамен А кто это примет? Я все равно суд Сейчас я выяснил административную практику Может сюда по залу С февраля месяца С февраля месяца они не могут добиться От управления Здравствуйте Так, это что касается и суда То есть там с февраля месяца есть административное дело Жалоба у нас И суд направляет запросы неоднократно И ООД ваша не реагирует никоим образом Все понятно Это запрос вам Потому что мне нужна Какую-то отметку Что я вам его передал Держите ручку Есть? Просто на прошлом Канцеляре Он могла отправить Просто напрямую в отдел И из этого так закинулась Но он неоднократно направляет Но они в отдел направляют Вот, видите БКУСП я посмотрела Заявительский Но сервис электронного документа оборота В данный момент не работает И посмотреть Где этот заявительский У кого и что с ним Не представилось пока возможно Он не работает Я пошла в приемную Начальника Не работает А вы можете проконтролировать этот момент Потому что прошло две недели Даже самого заявителя не опросили До сих пор То есть две недели Если вы мне оставите свой телефон То как он заработает Я могу его набрать Это вам Это мне А зачем вы хотите А, вот А, ксерокопию Да, ксерокопия А это вам Я же не могу У меня есть Давайте вот 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 тогда на копии Возьмите коке себе И телефон заодно напишите Там что-то Или я вот здесь пришла Да Просто вот Бывают такие неполадки Одни Секунду И он 10 Не работает Может вы уйдете Сейчас заработает Да Как только заработает Я выясню Что с этим заявительством Кого он Рассмотрен Не рассмотрен Направлен Ответ Не направлен Я вас наберу Спасибо Просто имейте ввиду Что не потому что Я тут что-то вам Не договариваю Не работает Нет Я понял Спасибо Ну и это тоже ждем С февраля месяца Уже не могут Материалы туда направить Мы сейчас выясним все Да Спасибо Спасибо Выясним с материалами Я тоже вам скажу Хорошо Спасибо До свидания До свидания Так Мы может сдвинем это С мертвой точки Материалы поступят в суд Мы добросовестно Постановление О привлечении К административной Ответственности Признаем Незаконным Отменим Ну и восстановим В правах Нашего клиента И дальше Будем продолжать Пытаться Возбудить Уголовного дела На Этого Старшего Лейтенанта Начальник отдела Кадров На нас обиделась Дама Полковник Из-за Прашки 3 Почему-то она сочла Что оборотнем Ее назвали Картинка ей не понравилась Там такого нет Причем здесь она оборотень Мы говорили об оборотне Вот этом старшем лейтенанте Который якобы был уволен Но Находился на службе с оружием А полковнику вот этой Которая Как фамилия-то ее забыл Я даже Су Су как-то Ей бы лучше Задачиться тем Что в рабочее время На службе необходимо Находиться в форменной одежде А не в гражданке А она куда-то пошла В 11 часов Видимо уже на обед А что ей делать Начальник отдела кадров Наверное Никто устраиваться на работу Не идет времени Много свободного Все поехали После этого нашего визита Полиция все же предоставила Материалы дела В суд И суд Рассмотрев данное административное дело Постановление о привлечении Молодого человека К административной ответственности Отменил Но отменил По нереабилитирующим обстоятельствам А именно В связи с истечением Срока привлечения К административной ответственности Такой результат Нас конечно не устраивает Поэтому мы данное решение Суда в настоящее время Обжалуем Нам необходимо добиться Именно отмены Данного постановления По реабилитирующим обстоятельствам То есть за отсутствием Состава административного Правонарушения Чем мы сейчас и занимаемся Здравствуйте Вы позвонили В межрегиональное управление Федеральной службы По контролю за алкогольным И табачным рынками По северо-западному Федеральному округу 0-0-0-0 Подождите пожалуйста Что это было? Перевод вызова невозможен И что? Вы позвонили В межрегиональное управление Федеральной службы По контролю за алкогольным И табачным рынками По северо-западному Федеральному округу Алло Алло Здравствуйте А Александра Юрьевича Егорова Будьте добры Он в командировке А вместо него кто? Я Вы А вот я ему звонил С ним разговаривал Около месяца назад По санлайту У нас Я привозил документы Арбитражный суд Отменил постановление И Нам необходимо забрать Изъятый товар Алкогольную продукцию Я не в курсе А кто в курсе? Вам надо прям срочно Алкоголь забрать? Он будет в четверг Можете с ним в четверг позвониться Так нет Ну в командировке же Кто-то должен за него Этот вопрос решить 20 сентября Я привез заявление О выдаче Изъятого товара Суд постановил Выдать Изъятый товар 20 сентября Сегодня у нас уже 16 октября Прошло 26 дней А вот и ныне там Может быть все-таки Отдадите нам товар? Я вам сейчас Сказать ничего не могу Мне надо разобраться Потому что я вообще Не в курсе Этого события А как раз? Что мы должны были отдать Алкогольную? Перезвоните Ближе к вечеру Я посмотрю Что там застан лайт И все остальное Я не могу сейчас вам Прямо так сказать Сразу Ну вы уточните Да? У руководства Я уточню Потому что Я сейчас вам ответить Прямо сразу не могу Перезвоните А вы громкость Зачем прибавляете? Чтобы я лучше понял? Я не прибавляю Да Потому что Боже вам плохо слышно А мне плохо слышно Ну вы как обычно Там по-хамски Привыкли Разговаривать с людьми В смысле Я с вами по-хамски Не разговариваю Я с вами Очень нормальным Тоном разговариваю Нормально Ну начали Я вам сказала Мне надо посмотреть Что там и как Потому что я не могу Прямо сейчас Ответить вам На этот вопрос Да Посмотрите Во сколько вам позвонили? После обеда После обеда А я вам обязательно позвоню До свидания Хорошо Здравствуйте Роспирпром Как напоминаю Арбитражным трудом Санкт-Петербурга Вынесено постановление Прекращение административного Производства И возвращение Изъятого алкоголя Приехали Забрали алкоголь Алкоголь Разумеется Весь просроченный Поэтому сейчас Мои клиенты Будут принимать решение Будем ли мы Взыскивать Убытки Причиненные Незаконным Изъятием алкоголя Или нет Вообще Клиенты Настроены Взыскивать Поэтому Взыщем Красота Работа ведется Все Работало Щиток восстановили Все работает Не обижают Больше Там нет Никаких конфликтов Ни с кем Все Красота Ох Метель Все Зима Зима А Остальные Там Да Блин Это кошмар Какой-то Сегодня Это что Такое Вообще Тоже Все Работает Все Красота Всякие Штуки Бытовые Ножи Чирпаки Ясно Ну что Все Хорошо Рады Что Все Работает Все Движется Жалование Должны были Подать По поводу Сына Вашего Вот Разберемся С этим Потому Ну я Говорил Да Что Там По неправильным Основаниям Вернее По правильным Основаниям Суд Прекратил Административное Дело По сроку Привлечения К административной Ответственности Но это Не является Реабилитирующим Поэтому нам Оно не понравилось Мы его будем Обжаловать Что там Незаконное Сдержание Вот И суд Тоже Его тоже Можно понять Если он Вынесет Подобное Постановление То Сразу Вопросы Возникают Дополнительные К полицейскому Вернее Не дополнительные Вопросы К полицейскому Они к нему И так Возникли А именно Усугубляет Его положение Полицейского Что Задержание Было незаконным Привлечение К административной Ответственности Тоже Незаконное И тогда Цепочка Действия Да Да И они Год Полиция Год Не предоставляла Документы В суд Пока мы Сами Не съездили В полицию И в суде Взяли В суде Направление Брали Вернее Направление А запрос В полицию Привезли В полицию Этот запрос Судебный Сами мы Привезли И только После этого Они Это дело Предоставили Ну А на это Все и было Акцент Чтобы Время Прошло Забылось Затерлось Ну Они думали Что Да Работает Принцип Он всегда Этот принцип Работал А принцип Запрещается В следующем Заявление Должно Вылежаться А заявитель Должен Выходиться И все И вот Они за этим Наблюдали Вроде Заявитель Не выходился И им Пришлось Все-таки Документы Предоставить Историю Памбрашки Мы закончили Корпуса Все работают Арендаторы Работают Никто Их Не беспокоит Никакого Давления Больше Не оказывается На наших Клиентов Поэтому Считаем Что С поставленной Задачей Мы Справились Удачи Что Седая Ночь И только Ей Доверяю Я А вы Что такое? Я здесь Ну, я с вами на бурдый шаг не пью? Нет. Правильно? Правильно. Как у вас это получилось? В смысле? Пресс-служба была. А при чем здесь переслужба? Пресс-служба была. Не, могу зайти, посмотреть, как бы номер сказать. Конечно, зайдите, скажите нам. Ну, съемки меня. Я ж вам сказал, я посмотрю. Значит, гражданки, кодекс, статья 151.2. 152.1, вы перепутали. Ну, вы понимаете? Ну, вот. Субтитры создавал DimaTorzok